Привет, ребята! Вот мы сегодня в прекрасный день, солнечный, мы снова в походе. Вот, но единственное, что дайте мне найти немножечко более укромное местечко, чтобы записать, скажем так, вступление к своему новому ролику. Мой новый ролик будет про, скажем так, начнем с самого начала. В общем, я ковырялся на старом SSD-шнике, на старом диске, и наткнулся нас очень древние свои записи. Я записывал, когда мы занимались одним очень интересным, очень интересной активностью, скажем, предприятием. Это покупка и покупка аукцион на аукционе контейнеров, то есть типа наших гаражей со всяким хламом. После чего вы что делаете? Вы, получается, сортируете все ценности, вы продаете на маркетплейсе, на ebay, маркетплейсе от фейсбука, я имею в виду, да, на флеймаркете типа блошиного рынка, или еще где-то. Можно даже сдавать, например, какие-то металлические вещи на металлолом. Есть люди, которые, в принципе, скупают довольно-таки, ну, как какую-то электронику тоже, например, тот те же самые pawn shop, ломбарды и так далее. А остальное все вы там вывозите на мусорку или еще куда-то. Самое прикольное, что мы там встречали, наверное, такого контента очень много на YouTube, я думаю, да, но даже пока вот мы этим занимались, мы встречали очень много американцев, которые этим, на этом живут фактически, которые даже не работают, а просто вот покупают вот эти вот юниты, получается, и продают ценности с них. Я помню, что это было практически в начале нашего пути здесь, да, и это было для нас очень сложное время, сейчас отматывая все это назад, вот, и мы, я с каким-то ужасом смотрю, как мы тогда крутились, жили и так далее. Сейчас, конечно, мы этим не занимаемся, не занимаемся, понятное дело, вот, сейчас работаем, уже разрешение на работу есть, все хорошо, вот, но, конечно, когда вспоминаешь вот это вот все, это прям непросто было, скажем так, да, вот, поэтому я ожидаю комментарий, типа, вот, и стоило ли, типа, ехать через океан, чтобы вот так вот, скажем так, было тебе непросто, но я хочу сказать заранее, что да, действительно стоило. Даже более того, я скажу, что, может быть, я бы даже попробовал бы иногда покупать их, потому что был какой-то азарт, был интерес, но вы сейчас сами все увидите. В общем, я выложил первые пять, вот сейчас в этом видео будет первые пять ячей, которые мы купили, ами, это сториджи, вот, которые мы умудрились продать. Мне пришлось замазать лица людей, которые были с нами, потому что я не знаю сейчас их статус, их местоположение, где они, как они, вообще, чем они занимаются и так далее, вот, и я не получал разрешение на то, чтобы, скажем, выкладывать их лица, поэтому пришлось замазать, соответственно, вот. Ну, в общем, меньше разговаривать, давайте смотреть, как это было. Давайте отмотаем время немножечко назад. Как уже многие обращали внимание, те блогеры, которые живут в Америке, очень часто вещают из машины, потому что ты постоянно в машине, постоянно за рулем, постоянно где-то ездишь, расстояния большие, вот, общественного транспорта нет. Ну, давайте вкратце к делу. В общем, мы еще вчера, вчера это было, да, вчера мы выиграли в аукционе ячейку складскую. На самом деле там она была не очень, вот, мы просто решили попробовать, то есть мы сейчас взяли ее за 90 долларов, я не думаю, что там есть что-то ценное, мы просто хотим пройти эту процедуру, то есть посмотреть, как это выглядит вообще, то есть как это, как получаешь доступ к ячейке, как вывозишь, как арендуешь ячейку, куда свозить весь хлам из нее. Оно довольно-таки не близко находится к нашему жилью и к той ячейке, которую мы арендовали как хранилище наше, вот. Наше хранилище, да, мы арендовали вечером, вот, нам еще не пришел ни код для ворот, чтобы заезжать там в эту, как бы на хранилище, на насторочек. Тебе присылают код, вот его вводишь, ворота открываются и спокойно себе заезжаешь. И, как правило, когда ты въезжаешь, в этот же день тебе дают замок, вот. То есть, грубо говоря, открываешь ячейку, и там лежит замок. Его вешаешь, отбираешь ключ, и все, и можешь пользоваться. То есть нам еще ничего не приходило, не присылали, вот, надеюсь, что... Ну, они обещали, что к завтрашнему дню все уже будет, вот. Сегодня, в общем, я надеюсь, что у нас будет время хотя бы просто заехать, посмотреть эту ячейку, которую мы выиграли, посмотреть, что там есть. Возможно, у меня не будет времени, но я передам камеру ребятам, если у меня не будет времени, чтобы они могли поснимать, вот, чтобы они показали, что в этой ячейке... Вот, что-то там у меня посыпалось. Я, конечно же, не уверен, абсолютно, что эта тема рабочая здесь, вот. Ну, почему бы не попробовать? Я думаю, это интересно. Может быть, вам будет интересно посмотреть. Так, еще пока ставим в пробки, забыл сказать, что ячейка, которую мы выкупили, находится в довольно-таки нехорошем районе, называется Pine Hills. Считается... Там есть, короче, места с проблемами, скажем так. Немножко он опасный. Да, естественно, Америка имеет свои проблемы, их также немало тут. Не надо думать, что в Америке все просто, вся жизнь как сказка, блин, везде есть свои проблемы. Да, ячейка наша находится не в очень хорошем месте, но, опять же, мы приедем, заберем оттуда все просто, почистим и перевезем в нашу ячейку, которая находится недалеко от моего дома, вот, где живем мы с женой. Остальные ребята просто, они приехали совсем недавно, вот прям совсем недавно. Они еще... Ну, вот, они сняли временное жилье, там, на месяц, по-моему. Вот, и будут... Они уже нашли жилье поближе к нам, они живут прям вообще на Атшибе, прям на юге, где-то около, там, за аэропортом Орландо. Оттуда ездить, конечно, очень долго, вот. И сейчас они сняли другое жилье, но переезд будет... Ну, сегодня вот у нас 22 февраля, вот, переезд у них будет, там, в конце февраля, то есть пока еще не переехали. Вот, поэтому сняли поближе к нам этот складской юнит, плюс еще по каким-то непонятным причинам у нас... Я живу, как бы, на севере, вот, у нас дешевле. Хотя, опять же, само по себе у нас очень тихий, спокойный райончик. Вот, ребята уже там. Нам нужно будет сейчас распечатать инвойс, заплатить, блин, как скрипеть дверь-то тут, заплатить 90 долларов за эту ячейку, вот. Ну, и потом уже можно будет погрузить ее в мой фургон, отвезти на наше хранилище, а там уже распаковывать будем, просто быстрее бы сдать ее, потому что в течение 72 часов ты должен ее уже, типа, сдать. Вот, то есть ты должен уже... Иначе у тебя, тебя зачанчают. То есть, в смысле, взымается плата, скажем так, если ты не в восстановленное время не успел ее освободить. уже все вытащили практически, да, все практически... Вот это маленький юнит, да. Что у нас здесь есть? Какой-то старый стол, швейная машинка, какие-то карти... Это зеркало, еще одно зеркало, да? Картина. Ой, я что-то уронил. Какие-то поздравления, какие-то картины еще. Мы должны, наверное, вот это отдать все назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погрузим все, все ценности. Ко мне в грузовик, отвезем на ячейку. И там уже раскидаем и будем более подробно, детально рассматривать каждую вещь. И гуглить, соответственно, гуглить, сколько что стоит. Куча ручек, обалдеть. Зачем? Фраджайл. Фраджайл означает хрупкое. Здесь, кстати, фотки его, наверное, дочери, получается, сына. А может ли? И какие-то документы личные других людей. И он, по всей видимости, он был в Таиланде, да? Угу. И он любит... И он, видать, состоял в какой-то церкви, наверное. Ну, у нас тут все состоят в какой-то церкви. Да. Итак, вот он наш сторож. Ребята уже начинают все разгружать. Просторный. По-моему, это 10 на 30 сторож. Вот это все, короче, из этой ячейки. Короче, сейчас разгружаем. Будем фоткать, смотреть, что сколько стоит. Уже одна церкви на 300 с лишним долларов минимум. Что у нас есть здесь? У нас здесь есть ноутбук Dell, ноутбук в какой-то маленький таблет. Это что у нас? Это карты. Еще одна. Еще одна карта. Камера. Обалдеть. Что он снимал? Может, какой-нибудь маньяк был? Завидевское видео. Вот. Это. Веб-камера. Еще одна камера. Еще одна веб-камера. Это, видать, проблемы с давлением у него были. Это же такое. Не знаю, что это такое. Вот это что за новости? В общем, работы еще очень много. Сейчас мы, наверное, это оценим. Сколько денег мы на этом заработали. Так, вкратце. У нас здесь есть тоутс. Это, грубо говоря, какие-то лоточки. Это картины. Ребята предлагают даже открыть картину галерею, потому что слишком много картин. Это машинка швейная. Опять корзинки. Это какой-то хлам. Паскуда. О, посуда. Потом какая-то штучка с церкви. Какие-то цитаты, по-моему, из... Что это значит? Можете. Что это значит? то же время зря не теряем, то есть даже несмотря на то, что за рулем, можно сказать, все равно просматриваем аукционы, да? Так, что у нас там было-то, господи, где тут у нас? Вот, сейчас посмотрим, что нам там прислали. Опачки, что у нас есть? 160 долларов уже стоит этот юнит. Подушка, старый мотоцикл. О, лодочный мотор, поход, дело интересное. Сумка какая-то, кстати говоря, крутая, слушайте. Что это за хрень? Это не сумка. Хранилище. Короче, даже вот так вот днем, как бы, смотрю эти юниты, блин, даже чуть ли не за рулем, хотя это опасно, я знаю. Вот. Ну что ж, буду держать в курсе, может быть, что-нибудь сегодня удастся купить. Так, привет, ребята. Все, сейчас выезжаем из дома. Вот. Вчера вот, ребята умудрились купить один юнит. Вот. Он тоже за 90 долларов стоит. Будем его сейчас смотреть, разгребать, вывозить, опять же, да, и, соответственно, привезем его на нашу ячейку. Утром я уже отвозил свою жену, и пока отвозил жену, я завез туда пылесос, воду, бедра, короче, чтобы сегодня начать фотографировать и выпадывать плечи с первого юнита, который мы купили. Вот. Что было во втором юните? Короче, на самом деле, мы его взяли в основном потому, что там были какие-то чемоданы интересные. Вот. Ну и там был какой-то предмет, который ребятам нужен, какой-то инструмент, если честно, я не помню уже. Вот. И цена на него была небольшая, как бы там он долгое время висел, что-то там баксов вообще за 30, за 40. В итоге поднялся до 80, мы его за 90 купили, соответственно. Вот. Ну вот, мы сейчас посмотрим, что там есть. Ну вот. Короче, мне ехать минут 30, пока выключаюсь тогда, ребят. Да, иногда в некоторых местах складывается ощущение, что ты попал в 80-е. Ну чем не в 80-е? Вон вертолетная площадка какая-то. Так, а мы пытаемся попасть на I4, I4, другими словами. Главную артерию, грубо говоря, которая ведет от побережья к Тампе. Но нам надо не на Тампу, она просто проходит через весь город и быстро доставит тебя в любую точку города. Да уж. Прям реально 80-е какие-то. Ну, скажем так, уютные 80-е. Так, ребят, приехали. Это сторож паблика. Паблика одна из компаний. Тут есть Q-Hawk, есть Q-Hawk. Есть много, в общем, разных видов сторожа. А вот и ребята приехали. Надо, короче, найти офис и найти наш юнит. Так. Дамы и господа, нам открыли юнит. И что у нас здесь есть? Неведомая хрень от Руёби. Какие-то кучи всякого хлама. Видать, это с переезда осталось. Чемоданы. Старые покрышки, которые придется утилизировать, скорее всего. Скейтборд. Опять чемоданы. Колонка. Прикольно. Какая-то, кстати, колонка нормальная. Ну вот. Это что такое? Это какая-то хрень тоже. Матрасик, на котором можно, блин, плавать. Даже не один, два. Ух ты. Ух ты. Это что? Это болт? Мячик, да? Реклайнер. Точнее, это рок-чейр, не реклайнер. Не совсем. Так. Странные ведра какие-то. Чемодан. С чем? Правда, неизвестно. С какими-то бумажками. Ладно, это мы все просмотрим обязательно. Что там? Ну так, ничего интересного. Охрененно здоровый дрессер, который я не знаю, как мы будем вывозить. Ну и что-то там. Всякий хлам в углу. Ладно, ребят. Тогда, короче, одеваем перчатки, начинаем это все дело разбирать. По ходу дела, если будут ценности какие-то, я тогда буду показывать. Целых один, два, три, четыре доллара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Его контейнера ставки повышаются. Мы купили контейнер за 288 долларов. Вот. Его тоже сегодня будем вывозить, его можно вывезти сегодня либо завтра до 11. То есть, как бы, очень мало времени сегодня воскресенье. Вот. Еще не все работает. В контейнере, который вчера мы купили и вчера вывозили, Там были бутлы, как я уже, да, там показывали Много полезного хлама, но было очень много мусора То есть я вчера ездил на помойку, мы его возили, короче, на моем купоне Все это делал на помойку, отдали где-то в баксов 7, по-моему, за это там ничего сложного нет Вот, большую часть, точнее все ценности мы уже вывезли к нам в ячейку Вот, мусор остался еще в ячейке Вот сейчас я еду за парнишкой, который может сегодня работать, да Вот, мы вывезем весь мусор к нам в ячейку, потому что помойка сегодня не работает А в понедельник, либо во вторник я попытаюсь, короче, это все дело вывезти на помойку И еще нам надо сегодня обязательно этот контейнер посмотреть, в смысле, я имею в виду, вывезти, который дорогой Это Ай-4, она идет, грубо говоря, от побережья, то есть от Дайтоны до Тампы И вот в каждую сторону по раз, два, три, четыре полосы плюс съезд, да И слева вы еще видите, за разделением есть экспресс-лейн Экспресс-лейн это типа платная дорога, то есть она дублирует Ай-4, но она платная Если вы не хотите, если на Ай-4 пробка, и вы не хотите, короче, стоять в пробке, то платите, вот, там, 0,5 доллара, по-моему, получается, за отрезочек И едете себе спокойно по вот этой выделенной полосе, слева которая А впереди уже видно, вон, там, даун-даун, уже к нему подъезжаем прям Здесь можно 60 миль, я немножечко превышаю, но спешу просто, ребят Времени не так много Вот так происходит вывоз контейнера Все, здесь пусто, мы можем его сдавать Вот, короче, это контейнер, где была кукла вчера Вот, весь мусор сейчас в этом, уже в Ниссане, мы погрузили, сейчас поедем, наверное, выгрузим его в нашем офисе Как мы его называем на самом деле, этот склад, просто ячейка еще одна В таком же месте, кстати, тоже паблик сторож, селф-сторож Вот, сегодня, говорю, выкинуть его, к сожалению, не сможем, потому что не работает мусорка, сегодня свалка Вот Во, это мусор, это все на мусорку пойдет Точнее, сначала в нашу ячейку, потом на мусорку И после этого, после этого, как мы выгрузим в нашем офисе весь этот хлам, мы поедем смотреть новый юнит Так, вот она, наша ячейка, можно уже поднимать Ага, вот так сейчас она выглядит Ух ты, что это за красота Гляньте, машиночку отмыли Как новенькая Это чемоданчики от Bugatti А, нет, стоп, это, по-моему, проигрыватель Electro Home Это виниловый проигрыватель Динозавром баксов 30 стоит Это светильники, куча бассейнов Что это, какое-то новое кресло Вот это реклайнер О, в смысле, это не реклайнер, это Rock'n'Chair Он 1776, это фирма Это, на самом деле, он не особо старый Его где-то, короче, баксов 30, говорят, уйдет Протерта, короче, часть вот это седалище Вот Ну и что у нас еще? Еще кое-какие чемоданы здесь были Колесо, гульер практически новое Вот это мы еще все не разобрали Еще есть что? Телек Динозавра я уже показывал Сифора, что это вообще? Это я не знаю, что это такое Чемодан Набор для интернета Так Ну что, будем разгружать сейчас наш грузовик Потом поедем на юнит новый Кстати, смотрите, сколько бассейнов Просто жесть Итак, ребята, мы уже на около этого сторожа Он был В итоге никого в офисе не было Он был закрыт на реконструкцию Вот, пришлось ехать в другой сторож Там подписывать документы Бедную женщину Тащить сюда Вот Чтобы она открыла нам юнит Вот он получается Сам этот public storage И, к сожалению, в данном случае Он будет внутренний То есть мы не сможем подъехать на грузовике Нам все придется тащить Я думаю, нужно купить далее Ну, в смысле, это тележечка небольшая такая Потому что мы не вывезем там это или все, а прочее Это как это работает Сейчас покажу, что внутри Вот как это работает Сначала вводишь код здесь Открываются вот эти двери Потом заходишь Так, нам дали бумажку Вот номер нашего юнита Вот это как попасть Звездочка 1, 1, 1 0, 69 Решетка Приветствуем вас, Джанет Да, и нужно нажать, наверное, на лифтик Где он придется теперь в этот вводить код Потому что туда они поедут 1, 1, 1 69 Решетка Welcome, Джанет Круто И у нас третий этаж Судя по тому, что здесь написано 35.04 Вот все Короче, лифт открылся Пошлите искать наш storage Так, наверное, он даже с той стороны ближнее Он посередине примерно Конечно, неудобные такие storage Потому что тебе нужна какая-нибудь техника Чтобы сюда это все дело завозить На третий этаж Тот же самый диван Ну, в Америке все это проще Потому что у тебя куча приспособ есть Типа, говорю, хендтраков и далее Так, одежда Стремянки Картины Тоже опять есть мебель, к сожалению Ковер Какая-то полка Какие-то перчатки Так, здесь, я так понимаю, ничего нету Здесь, по-моему, AirPods пустые Если не ошибаюсь, да, пустые Я думаю, вряд ли кто-то оставит iPhone здесь Ну-ка, Magic Mouse Что здесь есть? Опачки Мышка есть iPhone, я думаю, вряд ли, конечно, кто-то оставляет Нет, конечно Зарядка зато есть Что у нас здесь? Что такое trackpad? Trackpad здесь, кстати говоря, находится Вот его видно даже Мейкбук даже смотреть не буду Это нет таких идиотов Так Ножичек какой-то странный Ох ты, неужели душ теперь нормальный будет? Это что такое? Это какая-то Понятная штука Лампы Коннектор Ладно, ребят, надо разбирать это все В целом, понятно Картина какая-то здоровая Причем прямо у нее реально здоровая картина Палас Палас Какая-то посылка с почты Какие-то странные Странная одежда Там, по ходу дела, кулер стоит Тоже хорошая вещь И куча коробок Это все дело надо смотреть и разбирать Ну что, посмотрим Что нам уготовил этот юнит Из хороших новостей Здесь есть мачете 18-дюймовая Здесь есть набор инструментов Что тоже очень круто Лезвие Какие-то Секатор Уолл-стрит Что такое Уолл-стрит? Нам он, наверное, не нужен Ну что за инструменты? От какой компании? Хоть если это какой-нибудь Харбор Фрайт То это говно Если это что-то посерьезнее То это кайфово Не, по ходу дела, ребят Это Харбор Фрайт Это говно полное Это не инструменты А так это Шутка Делаем ставки Что там, как ты думаешь? Да, здесь что-то Так, ну не могу сказать Что нас прям порадовало Таким серьезно Из ценок вещей Здесь у нас сет Ну, типа, дайнинг сет Это, грубо говоря, набор Хорошеньких таких стульев Из массива со столом Вот эта картина По всей видимости Кто-то ее и рисовал Потому что здесь есть Какая-то подпись SNRCC И здесь сертификат есть К ней, к этой картинке Вот, то есть Это говорит о том, что Это качественный телек Телек от Sony Модель XBR 55X800E То, что говорит мне Что это 55 дюймов Телек Здесь есть Кулер Это Палас Не знаю, что с ним сделать Он, по ходу дела Боялся Начала Вторжения зомби Или апокалипсис Или атомной войны У него куча консервов Будем жрать, значит Что делать Вот У нас здесь есть Какая-то сверхтяжелая Лампа Это мусор У нас есть Мачете Видать, да Действительно он боялся Вторжения зомби У нас есть здесь 4 доллара наличными У нас здесь Дешевый инструмент Как я уже говорил Какая-то непонятная Хриня Это ножницы Это мусор А, набор Точнее, не набор А шуруповерт От Милуоки Кстати, хорошая вещь Между прочим Стоит дорого Из этих Получается Из эплов У нас только мышка И какая-то Странная штука Пока Которая не понимает Что она делает Я не силен в этом Это у нас утюг Он нафиг не сдался Здесь Его личные вещи Мы их отдадим Сразу То есть там Фотографии его сына Там его какие-то Фотки Мы отдадим Сразу это Представителям Public storage Это мусор Это офис Мы в офис Кое-что отвезем Здесь просто Всякий хлам Мы это потом Разберем Посмотрим Что пригодится Что не пригодится Вот Далее Это что за картина Это по-моему Фигня Если не ошибаюсь Да Эти картины Да Это так Это Икея Вот Это тоже Это Made in China Вот это кстати говоря Большая картина Ее надо смотреть Там может быть Что-то наберется Вот это кстати В хорошем состоянии Вот это Dining Set То есть в смысле Я имею ввиду Это вот именно Table Только Именно Такой из массива Сделанный Хороший Вот Что у нас еще здесь Из интересного Ну куча всяких Приспособлений Полезных на самом деле Но Мы их так забрали И мы скорее всего Не для продажи Они будут Это все Мусор Это тоже Дешевая лампочка Копилочка Ну Максов Баксов Наверное 15 здесь будет Наверное Не знаю Стули опять же Да Хорошие Здесь Кофе Тейбл Какая-то Фарфоровая Ваза Еще какие-то Вазы Непонятные Песочные Часы Кресло В хорошем Состоянии Прям в идеальном Принтер Между прочим Принтер Очень полезная Штучка Тоже Это если не Ошибаюсь У нас что Это у нас Какая-то Гардин А вот здесь Тоже полезная По-моему Если не Ошибаюсь Здесь Чайнички Всякие Но это Гори Это больше Для себя Вот Что Здесь Просто набор Полезности Всякие Мы потом Будем перебирать Это мелочь Китчен Девочки переберут Посмотрят Что там есть Полезного Это мусор Это от стола Ну Не знаю Не уверен я Конечно Что у этот юнит Прям 300 долларов Стоит Телек Телек Опять же Да То есть Если кажется Что телек Типа Это очень дорогая Такая вещь Нифига Здесь они стоят Блин Недорого И Вообще Вот наши Знакомые То есть Они За 25 долларов Покупали Хороший телевизор Так что В смысле Я имею в виду Бушные Естественно То есть Не уверен Короче Посмотрим Милуоки Где-то тоже Баксов Посмотрим Короче Тоже Я не думаю Что больше Полтинника Сильно Это будет стоить Все Вот Вот Данинг сет Может быть Где-то За сотку Может уйти Может даже больше Надо смотреть Какой Производитель Так Мы сейчас идем Все это дело Вниз спускать Вот Ждем еще Ребята Они нам кое-что Помогут Там это Рассортировать Отвести Здесь будет Наверное Две ходки Не ожидали Что такой большой Юнит будет Хотя все-таки В смысле Он забитый просто Вот так вот Ладно Пока Отключаюсь На какое-то время Не переключайтесь Так Ребят Короче Хорошая новость Мы нашли там Урну Контейнер У нас Да Мы уже погрузили Короче Все это в машину Ну ничего Сейчас я подъеду Все это нафиг Короче Туда выкинем Гляньте как все плотно Тут просто капец Посмотрите Вообще просто Все плотничком Забито Ну Хочешь жить Умей вертеться Да получается Поэтому выходной день Вы видите Моя потную морду Вот Выходной день Грубо говоря Мы занимаемся Вот этим всем Короче Ну и в будни Тоже там После работы Как бы Купили доли За 30 долларов Это конечно Охереть Потому что Такой дали В Harbour Freight Стоит Долларов 13 Но блин Home Depot Был только Как бы Рядышком До Harbour Ехать далеко Короче Все вот эти Коробки Нафиг туда Нафиг На мусорку Доброе утро Ребят Сегодня 4 марта Время 9.29 Опять я за рулем Вот Не обращайте Внимание На мой Невыспанный Вид Мешки под глазами И прочее Потому что Да Чтобы Особенно Когда ты Приехал Недавно Вот Здесь Прям Надо Крутиться Бегать Не спать Что там Орет По моему Птичка Какая-то Вот В общем Что у нас Какие планы На сегодня У ребят Там Какие-то Дела Есть Вот Я еще Вчера Когда Отдавал Приставку Какую-нибудь Приставку Картридж Игру Для Дэнди Или чего-то Такого И джойстики Погрузил Мусор В свой Форгон Окей Хорошо Погрузил Это все Весь Мусор Ненужную Машину Сейчас Поедем На мусорку Она в субботу Работает Воскресенья Нет Покажу вам Как это Происходит Здесь Ради Интереса Да Вот Просто Как В общем Весь Процесс Выглядит Вот До Грубо говоря Вот Ты Купил Сторож Вот Ты Вывез Все Полезное В свою Ячейку И вот Сейчас Тебе Нужно Вывести Мусор Когда Ты Приезжаешь На мусорку Тебя Взвешивают Твою Машину Потом Когда Ты Выезжаешь Опять Взвешивают Естественно За разницу Доплачиваешь Да Не надо Думать Что Типа Вся Тема С Контейнерами Это Только Ты Покупаешь Контейнер И Все Выкладываешь На Продажу Большая часть То есть Я уже Третью машину Мусора Вожу Третью Полностью Забитую Мусором Вот То есть Большая часть Конечно Это Вывоз Мусора Хотя У нас Неплохо Ну как Неплохо У нас Что-то Неплохо Ходило Трекпад У нас Ушел За 70 Долларов Я Буски Там Много Чего Как бы Это Жалко Стол У нас Ушел Ну не очень Прям Хорошо Он вышел Стол Просто идеальный Кайфовый Массив Из дерева Сделанный Из такого Массива Вот И стулья Типа У них Обхолстеринг Это Типа Обивка Была Просто Шикарная Просто Весь Данин Сет Так Называемый То есть Набор Кухонный То есть Стулья И стол Вообще Просто Шикардос Был Ну как Есть В общем Продали Продали Черт Бо С ним Вот Куклы Заблокировали Наш аккаунт На ebay Заново Будем Создавать Вот Так Что еще Что мы еще Продаем Ну Много Чего Уже Ушло Я Наверное Чуть Позже Добавлю Списочек Что мы Продали И Мне кажется Уже В принципе Мы Вышли В ноль И хотя Продали Не так Много Типа С этих Трех Юнитов Вот Ну ладно Меньше Общаться Давайте Больше К делу По поводу Мусорки Подъезжаешь Вот Спереди Киоск Стол Или Бул Не знаю Как его правильно Назвать Там Весы Короче Становишься Вот там Где белый Пикап Стоит Становишься На весы Тебя Взвешивают И получаешь Тикет С которым Едешь На Мусорку Выгружаться Сейчас Покажу Вот в общем Мы взвесились Мне сказали Что У меня одно Колесо Есть Он сказал Что с колесом Лучше Не шутить Короче Лучше сначала Выгрузить Весь Мусор Вот Соответственно Кстати Вон там Мусорка Уже Здесь Просто Объезжаем Въезжаем На мусорку В общем Сначала Лучше Выбросить Весь Мусор Такой Обычный Бытовой И Короче Потом Колесо Потому что За колесо Как-то Блин Сложно Объяснить Опять же Типа Оно считается Как будто Бо у тебя То есть Тебя чарджит Во-первых В смысле Снимается Тебя деньги За тонну То есть Как будто Твой Весь Мусор Это Колеса Короче Поэтому Не Лучше Типа Он говорит Так Сделать Сначала Разгрузить Разгрузить Весь Мусор Кроме Покрышки Короче А потом Приехать Назад И Типа Покрышку Отдельно Выгрузить Типа Что у тебя Только One Tire Вот Ну и вот Все Сейчас Подъезжаем Видите Вот эти Вот Bay Это называется Отсек Грубо говоря В каждый Подъезжаешь И Спокойненько Становишься Разгружаешь Мусор Сейчас Нам Чувак Подойдет Спросит Спросит У него Куда Я могу Стать Мусор Как Вы Как Мисс Каленюс Тихо Из Гараж Гараж Окей Один момент Где Чек Окей У меня Один Папер 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 А вот Так Выглядит Получается Тикет 29 Материал Класс Три Вес Читаю Вот Три Две Тонны Получается Шесть Четыреста Паундов Когда Я Подъехал Получается Было Ну что Давайте Начнем Разгружаться Сейчас Разгружусь Тогда Продолжим Так Ну вот В принципе Что я выкидываю Сегодня Так Домики Всякие Не домики Вот такие В каждом отсеке Вот такой вот Соответственно Стоит Контейнер Куда ты все это дело Выкидываешь Ну ладно Ребята Наверное Я выключаю камеру Потому что Надо побыстрее Это все дело сделать Сорян Побыстрее Все это дело Выкинуть Сейчас Сейчас Умудриться Камеру не выкинуть Так Ладно Теперь Нужно две руки Ну вот и все Осталось только одно колесо Все остальное Уже В контейнере Пошлите на Поехали на весы Наверное На другие Короче Где Оценят Сколько мы должны Заплатить И все Выкинем потом Покрышечку И все Готово И поеду Наверное В сторону Юнита Своего А вот как Происходит оплата Вот ребята Стоят сейчас В очереди Когда доходит До них Их очередь Кстати Вот по моему С покрышками Здесь Можно выкинуть Покрышки Но Да Надо Отдельно заезжать Короче Для этого Вон видите Пикап ставит Его там сейчас Весит И он Лучше заплатит Деньги За За то Что сколько Он Разницу в весе Кругу говоря Так Нам Нужно в конец Очереди Встать Для этого Здесь Не все так просто Короче Вообще Капец Здесь проехать Так Очередь у нас Что-то большая Короче Сейчас объясню По поводу Покрышек В общем Короче У нас есть Здесь Material Класс То есть Получается Класс отходов За класс отходов Который был у меня То есть Мискелениус То есть Я имею ввиду Разное Все подряд Короче Типа Тут Не опасные Отходы Скажем так Здесь Цена 29.30 За тонну Считается По самому Дорогому Материалу То есть В данном случае У меня Самой дорогой Покрышки Вот Цена за тонну Там Свыше 100 долларов По-моему Я так понимаю Вот Соответственно Если Если То есть Если Меня бы Взвесили То считали Что якобы Я утилизирую Покрышки Поэтому Мне предложил Сначала Избавиться От одного Типа Мусора А потом Приехать Избавиться От другого Типа Мусора Тем более Вес Одного Колеса Будет Очень Низкий Надеюсь Блин Понятно Объяснил Просто Что лучше Короче Утилизировать Мусор По отдельности Если у тебя Больше Чаще всего У тебя Самого Дешевого Как бы То есть В данном Случае Разных Предметов Больше Поэтому Ты утилизируешь Сначала Такой Мусор А потом Дорогой Мусор То есть В данном Случа Покрышки Какие-нибудь Опасные Вещества И так далее Так Ребят То обошлось 6 долларов Сейчас Короче Колеса Короче 170 долларов За тонну Идет То есть 127 Это вот Material Означает 127 Кот У покрышек Из-за них Берут 170 долларов За тонну Соответственно Представляете себе Если бы Я Как бы Он мне объяснил По самым Дорогим Отходам Мне поставили бы То у меня Было бы 30 долларов А я заплатил 6 в итоге Вот Теперь Короче Мне уже Взвесили Получается Да Я еду Сейчас Утилизировать Покрышку За 170 долларов За тонну Одна покрышка Там будет Весить Около Короче Только выйдет Где-то 6 долларов Наверное За покрышку В общем Так вот Грабер General Tire К сожалению Кстати Хайфовые Я хотел На Duster Себе Покупать Такие Ну только Не такие Понятное дело Не по размеру Не по Чему Оп Вот он Контейнер Соответственно Stairos Окей Let's go Все Пока General Tire Ну а мы Поехали Посмотрим Сколько мы денег За это Отвалим И На В наш Storage Let's go Ну конечно Без этого Никак Надо было Пречатки Все-таки Одевать Так Ребят Выехали С помойки По 6 долларов Получилось И то И другое Всего Короче 12 долларов За утилизацию Всего этого Мусора Да Конечно За одно Колесо 6 долларов Жирноватым Но в России Можно Понятное дело Даже Какую-нибудь Совсем Лысую Резину Выставить На вид И у вас Заберут Блин Просто Много раз Было Свидетелем Таких вещей Здесь Вот у меня Лежит Еще одно Колесо Такое Жеграбин И Как бы Вообще То есть Я выставил Там за 20 долларов Что ли И оно В отличном Состоянии Вообще В отличном Состоянии То есть Там прям Процентов Наверное 80 протектора Еще есть Вот Но никто Не хочет его Забирать То есть Я чую Что В следующий раз Когда мы возьмем Ячейку Новую И будем Возить мусор Скорее всего Я опять повезу Ее сюда Сюда На свалку Вот В общем Примерно Это было Выпонено Как бы В общем Понятно Как это Как здесь Все это происходит Я поехал В контейнер Вот сейчас Ребят Мы едем По Экспресс Лейн По выделенной Полосе То есть За деньги Грубо говоря Справа Ты едешь Бесплатно Но Там Сейчас Трафик То есть В смысле Так довольно Так плотный Трафик И может быть Точнее Уже была пробка В даунтауне Сейчас чуть Полегче Но все равно Пробка есть Вот А здесь Спереди То есть У нас Здесь В экспресс Лейнах Здесь все Пусто То есть Можно ехать Спокойно И скоро Здесь выше Средственно Но зато Платно Ну что-то тут Совсем дешево Сейчас Увидим Сколько По-моему 50 центов Если у тебя Есть Санпас Или Ипас У меня Вот Здесь есть Оба Ну смотря Куда Вот Получается Доллар До ближайшего Перекрестка 50 центов Ребята Почера Купили Юнит Выиграли В аукционе 200 с чем 240 долларов Вот Там по-моему Кстати Так вот На вид Просто Куча хлама Что мне Больше всего Что меня напрягает То что Реально Мне сегодня Просто Запарный день Как больше Много куда ехать Я не знаю Смогу ли я Успеть К тому моменту Как ребята Приедут А у нас Всего 48 часов На то Чтобы вывезти Этот юнит То есть Ребятам Либо придется Юхолу Нанимать Ну В машину Это явно Не уместится У них Легковая машина Вот То есть Грузовичок Юхола Вот Ну надеюсь Что Успеют Да Мы продали Стол Я по-моему Про это уже говорил За 120 долларов Хотя Блин Он стоит Явно больше Продали инструменты Милоки Вчера за 100 долларов За 20 долларов Подпродали Ковер За какие-то там 20 долларов Продали Короче Вот эту Штуку Для Насекомых По-моему Она оказывается Руйопель Вот эта Желкая Потом Что еще Какие-то Еще скотч Продали За 3 доллара Еще С чем-то Там еще Вот Еще приезжали Купили у нас Кантридж От видеоиграй Дэнди По-моему И Джойстик 20 долларов По-моему Заплатили Вот Кукла Сейчас На аукционе 585 долларов Ставка Короче На нее Пока Стоится Через 4 дня Закончится Аукцион Да Ребята Еще Кроме того Чтобы То что Я хотел Поснимать Причем С самого Начала То есть Чтобы Это было Unstaged Я не знаю Как это правильно Сказать Unscrypted Не Ну блин Типа Не Спланированно Как бы То есть Да Не Не подстан Не постановочно Вот Как бы Я и Снимать Не особо Хорошо А тем более Говорить Говорить Блин Я Не Горбачев Красиво Выражаться Не умею Вот Ну теперь Говорю Как получится Постараюсь Реально Успеть Приехать До того Как Они Откроют Unit Ну Вряд ли Вообще Хоть бы Что-то Получилось Снять А самое Главное Вообще Вывести Его Сегодня Было Было Неплохо Иначе Просто Наш Нас За эту Штрафан 48 Часов У нас Есть И Юнит Небольшой Как бы Там Просто Возможно Много Хлама Опять То есть Много Мусора Придется Возить Сначала В наш Юнит А потом На помойку Так Вон она Опаздываем Капец Так А где Здесь Офис Вот Где-то Тут Наверное У них Офис Так Ребята Уже Наверное Там Скорее Сего Я так Думаю Так Где-то Тут Парковка Так Заедем Наверное На эту Парковку Так Вот он Офис Нет Ребята Не видно Короче Еще Пока Значит Не приехали Да И он Блин Внутренний Получается То есть Это будет Прям Очень Тяжко Чтобы Вывозить Все это Дело Так Ребята Еще Не подъехали Давайте Туда Зайдем Пообщаемся С Менеджером Надеюсь Он Еще Не Ушел Вроде Они До Шести Работают Потому Что Блин Мы Завтра До Двух Должны Вывести Тогда Придется Наверное Юхол Нанимать Ничего Ничего В этом Роге Короче Короче Сейчас Разберемся Да Получается У них Есть Несколько Юнитов Снаружи Но Большая Часть Там Вот Она Внутри Это У нас Extra Space Storage Так Называется Компания Ладно Поехали Смотреть Что Там Происходит Вообще Вот Так Выгляд Здесь Хранилище Классное Прям Все Чистенькое Да 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 на вы чё прикал с диван еще и так что у нас имеется короче это просто полный юнит мусор это фиаско короче елка мусор подушки мусор ваза мусор бедное растение зачем сюда запихали в основе здесь были шмотки посуда роутер тоже это нафиг никому не нужно мусор это все старые шмотки мусор более-менее полезные вещи здесь что вот эта лампа которая там за три копейки продастся шампунь это для короче телевизор кронштейн новые новые шмотки какие-то они могут уйти это мусор 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 какая-то зарядка по моему да да для зарядка для аккумулятора ты его личные вещи которые мы дадим чуть позже личные вещи отдадим мусор мебель мусор куча монеток здесь баксов на 15 на максимум кстати здесь были украдены вещи то есть магазины дать и на шоп лифтингом занималась чемоданы которым долларов по 15 уйдут в принципе все на на становится мусор короче прям полная фиаско прям здесь даже были вибраторы кстати говоря мы их поскольку я не хотел чтобы видео присвоили 18 плюс я короче мы решили их не записывать что короче сейчас мы начинаем все это дело грузить я очень сомневаюсь что мы даже в 2 ход кит увезем хотя прям прям трэш короче прям трэш это все нужно сейчас спустить и на мусорку еще это вести ладно помчали у нас не так много времени сейчас уже 7 наш юнит закрывается в 9 за что я люблю так это вот за такие закаты просто фантастика реально посмотрите на эту прелесть а а а Доброе утро! У нас сегодня опять очередной юнит. Сегодня я наконец-то на своей машине. Точнее, уже несколько дней езжу. Там полностью все не починили. Самому пришлось докупать. Оказалась проблема в термостате и в катушках. Короче, катушки поменял. Стало лучше. Наконец-то я на своем корабле. Ну что, поехали смотреть юнит. Там уже, когда покупали, куча всяких интересных вещей. Так, сейчас потише сделаю. Например, был, как он называется, какой-то там анализатор углекислого газа, что ли, что-то в этом роде. Я его еле-еле нашел, пробил в интернете. Короче, цена ему 3800 бушного получается. Там их две штуки стоят. Как-то еще куча всякого хлама, куча всякого лабораторного оборудования. Вот, ребята приедут туда раньше меня опять, потому что я буду занят весь, все утро. Вот, вечерком приеду, буду им помогать вывозить и разбирать. Потом привезем все, соответственно, в этот, в наш сторож. Вот, про прошлый юнит я не рассказал. Ну, а потому что, почему? Да потому что там, на самом деле, ничего не было. Так мало того, что там, ну, блин, было мало ценностей. Так еще, кроме того, нас обчистили. Вот так вот машину просто оставили открытую, вот, в центре. И на ночь. Да, это, я знаю, что это неумный поступок. Надо вырезать. Вот, но, тем не менее, вот, но, тем не менее, вот, оставили на ночь в даунтауне ее. И, соответственно, нас украли там все, что можно было. Вот, так что с того юнита мы вообще ничего не заработали. И минус 200 с чем-то долларов. Короче, если вкратце, да, на том юните на предыдущем особо ценности не было. Там была какая-то одежда, какая-то пара, по-моему, или две пары, обуви новые. Короче, мало монет, и монет было много, кстати говоря, там. Да, то есть, ну, все равно, у вас Юник не окупился. Ну, и говорю, то есть, у ребят была арендованная машина, они положили в нее все, и, в общем, ее обнесли. Вот, то есть, украли все. Ну, там, в принципе, все равно было баксов, наверное, не знаю, меньше, чем на 100, наверное, где-то было того. То есть, Юник прям был неудачный. Далой разговоры. Сейчас я пристроюсь. Приезжаю в Орландо, смотрим Юнит. Наконец-то смотрим, что там есть. В этом Юнити он только дорого нам обошелся в 720 долларов. Там, из-за чего мы его решили даже эту цену торговать, потому что там было два анализатора CO2, которые на сайтах стоят 3 800 долларов. Плюс куча другого оборудования. Но там еще была куча всяких VHS, я не понимаю, зачем. Но и что-то очень похоже на лапу. Посмотрим сейчас. И самое главное, он небольшой. Мы его теоретически сможем на моей машине за раз вывезти. Ну, я думаю, да, привезем его сейчас в нашу ячейку. С нашей ячейки выходные, наверное, выкинем на мусорку, что она мне нужна. Ну, все, увидимся там, на Юнити. Итак, ребят, едем мимо Дантауна опять, потому что это на Юге находится местечко, где мы купили ячейку. Ну, Юнити. Ну, вот. В общем, ребят уже там. Говорят, там капец много всего, нужно будет вывозить. В общем, сейчас узнаем. Сейчас переедем, узнаем. Ну, что там есть, что-то цены нет. Посмотрим, короче. Как уже говорил, за 700 долларов ячейка достала. Слева Дантаун. Так, ну что, приехали, наконец-то. Давайте посмотрим, что там. Мать моя женщина. Охренеть, просто. Что это? Что это? Что-то тяжелое. Ух, емое. Очень тяжелое что-то. Что-то может быть. Это что вообще это? Это какие-то хрень для вытачки чего-то. Хидравлик нокаут. Жесткие диски какие-то. Рации, мать его. Рации, микроскопы. Так. Это принтер, да? Или что это? Это сервер. Принтер. Ракетки для бадминтона. Пуль для джей, по всей видимости. Ну нет, конечно, это не подля. Это для монтажа видео, обалдеть. Камера. Охренеть. Просто. И вот, вот это все. Нужно сейчас разобрать и загрузить, выгрузить. А, хрень. Просто. И как это все собирать? Я просто варю. Как мы это будем грузить-то все? Сколько нам тут ездить? Господи. Это, по-моему, рентгентовский аппарат, если не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, очень похоже. Волтер интендификацион. Не знаю. А, погоди. Это Волтер? Значит, что-то с голосами связано. Просто очень похоже на это. О, Господи. Так. Наверное, мне придется по ходу дела выключать камеру. Это что такое? Apple штука. Это PC Apple. Они выпускали компьютеры. Фонарик. Макитовский причем. Ну, что, если вы видели когда-нибудь Макитовский фонарик? Я не видел, честно сказать. Позвольте, они выпускают. Так, конечно, мне надо меньше разговаривать и больше вывозить, потому что у нас тут на самом деле просто запара будет. Капец, чтобы все это вывезти. Это ревентед перемотка, получается. Диагностика, выбор. А я вообще не знаю, что такое. Control Data. Она что-то записывает, но что она записывает вообще непонятно. Это что такое? Блин, кстати говоря, я что-то руками без перчаток трогаю, все. Мало ли, может быть здесь какахи. Охренеть, какой здесь микроскоп. Зачем у них столько клавиатуры, интересно? Чинить, чтобы что-то. Розетка Apple-овская, по-сейдемости, куча проводов. Так, ну, наверное, я буду приступать. Вот это вот Micro Print Solutions. Решение по... Короче, это получается решение по печати. Только что это за печать тут такая. Боюсь, что-нибудь здесь сломать. Вот здесь и так уже все. О! Какой-то распределительная коробка какая-то. Стул. А вот это уже... Сейчас разберемся, что это такое. Форпор пара. Лазерджет серий. Тонер какой-то, типа принтера тоже. Доброе утро, ребята. Короче, мы опять на мусорке. Этот юнит мы вывозили, наверное, дня два. Короче, точно. Там вызывали... То есть два раза я ездил на своем фургоне. Под завязку забитым. Мы вывезли все в нашу ячейку хранилища. Вот. Потом еще ребята брали U-Haul. Десятифутовый. Два раза тоже ездили. Сейчас третья ходка у нас получается уже на мусорку. Вот мы приехали сейчас. Ребята будут... Вон их U-Haul стоит. Вот. Я сейчас приехал на своей машине помогать. Да, водички взял, короче. Вот. Сегодня еще машины мои приедут смотреть. Вот. Думаю, короче, потихонечку что-нибудь поновее смотреть. Как бы какую-нибудь, ну, поновее машину брать. Вот. Сегодня поедем, наверное, разбирать. Там очень много приколюх на... В этом юните оказалось. Я, короче, сейчас это тоже буду показывать, наверное. В последнем юните было огромное количество мусора, которое захламлял наш юнит. Нам потребовалось очень много времени, чтобы от него избавиться. Мы даже заказывали грузовик U-Haul. То есть мы вывозили мусор на моем вене и еще на большом грузовике U-Haul. Но давайте теперь разберемся, куда мы девали ценные вещи оттуда. Во-первых, конечно же, мы давали объявления на Фейсбуке, на маркетплейсах. Какую-то часть мы сдали на металлолом. И какую-то часть я вывозил на фримаркет, то есть на, типа, нашего блошиного рынка. Но единственное отличие, что здесь на блошиных рынках больше людей. И можно действительно найти цены и какие-то вещи, типа, раритетов. Но давайте разберемся в этом поподробнее. Итак. После того, как мы вывезли весь мусор, а не только, что заняло у нас около месяца, наш юнит выглядел вот так. Из интересного профессиональный трипод, был он стоил около 800 долларов на ebay. Огромное количество микроскопов. Устройство для стерилизации, усилители звука, большое количество проекторов. Вот это серверное оборудование. Эти тяжелые коробки, павербанки с аккумуляторами внутри. Вот это все сервера. Один из серверов от Apple. Большое количество картриджей и чернил для принтеров разных моделей. Огромное количество проекторов разных производителей. Внизу аудиооборудование. Например, усилители, аудио-видеоплееры и вот эта модель от Netlinks. Большое количество камер наружного наблюдения и контроллеры к ним. Было немного пластинок. Винилов в основном с испанской музыкой. Вот это, собственно, то, из-за чего мы и брали этот юнит. Это, как видно, калибратор газа. Снизу анализатор закиси или оксидов азота. И последний анализатор озона. Черная коробка. Это считыватель бюллетеня для выборов. Зеленая коробка. Прибор для проведения презентации с лентой, микрофоном и клавиатурой. Серебристая коробка. Это прибор для работ святой парой. Круглый предмет. Это жесткий диск. Весом около 15 килограмм. Диаметром 50 сантиметров. И объемом 400 мегабайт. Очень старый. Вот это все уйдет на цветной металл. Мы не смогли разобраться, что это. Похоже на вентиле и задвижки. Справа часть электронного микроскопа. И она сделана из алюминия. Это нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь тоже. И это тоже нержавеющая сталь. Мы выручили 54 доллара за черный металл. 29 долларов 26 центов за алюминий. И 16 долларов за изделие из латуни. Итого 99 долларов 26 центов. Доброе утро, ребята. Сегодня 26 марта. Время 6.13. Я вещаю опять снова из машины. Опять я выгляжу как бомж. Сегодня мы... Вчера мы разбирали юнит. Мы уже разбираем его, наверное, неделю. Пытаясь разобраться, где ценности, где не ценности. Что на выброс, что не на выброс. И конца и края ему не видно. В общем, часть товара сегодня повезем на фримаркет. Это, ну, в Британии это называется Brick of Rack. То есть, это блошиный рынок, другими словами. Здесь только это немножко по-другому работает. Здесь очень много людей туда ходят. В России, например, я вообще не знаю, кто туда ходит. Наверное, если ты хочешь что-то специфическое найти, да. Тут, говоря опять же, тут, ну, можно... Тут многие ходят на самом деле. Ну, вот. Регистрация до 7 утра, поэтому 6.14 мы уже... Я уже прям в пути. Вот. Сегодня хочу показать, как это выглядит. То есть, насколько я знаю, по-моему, 20 долларов стоит вход. То есть, в смысле, я имею в виду вход. Регистрация участника и как продавец. И плюс еще 20 долларов, по-моему, за тент. Ну, в смысле, за палаточку. Ну, вот. Посмотрим вообще. Ребят, вот как это выглядит, короче. Я уже продал здесь один генератор. Кучу картин продал. Кроссовки, что-то еще, короче. Очень много вещей. Вон мои картины, кстати, уже стоят. Чувак-перекупщик забрал их. Но мне, в принципе, они нафиг не нужны. Вообще, куча барахла здесь повсюду, видите. И куча народа. Пока все, короче, успешно. Я заработал по 200 долларов. Меня смотрят как на дурачка. Но мне главное избавиться от этих вещей. Они нафиг там не сдались. А так можно здесь что угодно купить, видите. Статуэтки. Ну, даже форма. В один из выходных дней мне в Facebook написали по поводу набора ударных головок. Punch Head Kit. Самого гидравлического инструмента. Punch Driver. И целого ящика различных насадок к нему и запчастей. И все за 450 долларов. Написали из Майами, но встретились посередине. Форт Пирс. Давайте вернемся назад в 2024 год. И поставим точку. Самое время рассказать, как все это дело закончилось. Конечно же, в этом видео я выложил только те съемки, где мне было удобно редактировать, скажем так. Потому что вы сами видели, что мне приходилось очень много заблюривать. На самом деле материала было намного больше. Юнитов было намного больше. Не все юниты мы снимали, потому что очень часто времени просто не хватало. Мы приезжали поздно вечером, и его хотя бы как-то вывезти надо было. Не говоря уж о каких-то съемках. Да, но как все закончилось, то по сути дела. Конечно же, в этом юните было огромное количество мусора. И вот я абсолютно не преувеличиваю. Мы просто несколько дней вывозили этот мусор на моем грузовике. Мы даже арендовали ЮХОЛ, то есть это тот арендованный грузовичок, в который также закидывали мусор. И сначала перевозили в наш юнит, и просто тупо скидывали его поверх наших вещей. Хотя наши вещи были уже к этому моменту неплохо организованы. Мусора было настолько много, что вот я не преувеличиваю, когда кто-то хотел купить что-то, скажем так, и это находилось к задней стенке, у задней стенки, я буквально пролезал между потолком по куче вот этого хлама, чтобы достать эти вещи. То есть было просто невероятно его много. И для многих это стало демотивирующе, потому что, ну скажем, все это дело, то есть после того, как мы вывезли мусор, а там мы тоже немножко облажались с этим. В этом юните было огромное количество разной техники. И всю ее мы вывезли на мусорку. Во-первых, скажем, начнем, наверное, знаете, с чего? Было несколько коробок, огромных коробок, вот мой рост. В одной из этих коробок лежали зарядки для iPad'ов и iPhone'ов, ну, я имею в виду для техники Apple, но на самом деле для старой. Мы смотрели на eBay, они продавались в целом по 3 доллара. Но, опять же, это больше с ними было мороки. Что мы с ними сделали? Одну из, кстати, таких коробок, вот именно с Apple'ом, мы с трудом могли поднять втроем. Но мы ее погрузили, соответственно, в наш фургон с большим трудом, вот, и вывезли ее на мусорку. И там мы даже ничего не заплатили за нее. Хотя, и уже позже, когда мы сдавали именно какие-то вещи на металлолом, я понял, что там очень было много меди. И, да, она считалась по-черному, то есть, как бы, нечистая медь, но все равно мы могли получить за это деньги. Примерно такая же тема была с пауэркордами. Пауэркорд – это, то есть, кабель, который питание для компьютера, принтера, ну, офисной техники, скажем так. У нас была коробка, которая тоже была с мой рост, заполнена прям почти что под самый, скажем, верх этими пауэркордами. И проблема в том, что мы не могли даже ее поднять вообще, в принципе, втроем. Вот, три мужика мы не могли ее поднять. Вот, что мы делали? Как мы ее выгрузили, мы просто тупо доставали какую-то часть пауэркордов, пока складывали на пол, клавиу поставили ее на дали, на дали подвезли грузовику, кое-как подняли на мой фургон, вот, и потом все остальное, все остальные пауэркорды закинули в коробку. То есть, настолько там было их много. И тоже мы их увезли на мусорку и выкинули просто. Вот, хотя также их можно было сдать на медь. и получить довольно-таки немало денег. Вот, таких вот, как бы, факапов, то есть, я имею в виду, косяков было очень много на самом деле. Мы очень много выкинули проекторов, вот, которые также можно было... Я какие-то из них продал на флиммаркете, но большую часть мы выкинули. Мы выкинули, как бы, огромное количество мониторов, микрофонов и прочее. Вот, но теперь, как именно все закончилось и почему. После того, как мы вывезли мусор, нужно было все ценности организовать, я бы даже так сказал. То есть, нужно было их разложить по полочкам, нужно было загуглить, что это такое, то есть, что представляет из себя вот этот предмет, и сколько за него денег можно получить. Это занимало огромное количество времени, тем более вещей было действительно много, причем очень много реальности было странных вещей. Например, тот же самый компьютер военный, ну, то есть военный, Министерство обороны США. Вот, были какие-то странные, еще из 80-х, там, записывающие устройства и так далее. Там жесткий диск был, который весил килограмм 15, наверное, был сантиметров 50 в диаметре, а все в нем было 400 мегабайт. Естественно, с ним ничего там сделать невозможно было. И да, конечно, для ребят, с кем мы все это делали, этот юнит, возможно, стал очень демотивирующим. Провал, там, предыдущего юнита, плюс вот этот, который мы вывозили, плюс еще я там помог ребятам с работой, получается, да, вот, там, связался с одним из, как бы, со своих знакомых. В общем, они, им было немножко не до этого, не до юнита. А, да, еще, кстати говоря, деньги, получается, за нашу ячейку продолжали снимать с нашего счета. Ну, да, я имею в виду с нашего общего счета. По-моему, 240 или 260 долларов в месяц. Вот, и мы и так потеряли довольно-таки много на этом, потому что, опять же, нужно было для этого, чтобы поддерживать это, нужно было продавать вещи. Ну, а для начала нужно было, опять же, гуглить, искать, организовывать, раскладывать их, выкладывать и так далее. И поскольку интерес был к этому делу потерян, вот, и мы как-то поддерживали это. Ну, то есть, я имею в виду, я ездил на флимаркет, продавал какие-то вещи. Вот, после, вот, ну, вечером, скажем так, да, я приезжал, к концу дня пытался, вот, гуглить, раскладывать, лепить стикеры на какие-то вещи, вот, чтобы перед тем, как их выложить. Но, все-таки, мне нужна была помощь. Ну, и не видя интереса, опять же, мы решили все-таки этот юнит продать. Продать так же, как и мы покупали. То есть, грубо говоря, просто не платить за него через какое-то время. Этот юнит выставили на аукцион, так же, как вот мы покупали, да, юниты на аукционе. И за него, по-моему, заплатили, ну, больше тысячи долларов, я не помню. Вот, и эти деньги, в итоге, там, ушли на покрытие аренды, вот, этого юнита, да, вот. И какие-то проблемы еще были с деньгами, я не знаю почему, но, там, какая-то часть их не пришла. Они должны были чек прислать, но, в итоге, так и не пришли. Все ценности, я имею в виду, в том числе, вот эти анализаторы спектра, вот это все оборудование, микроскопы и так далее, оно все там так же осталось, какие-то там были, по-моему, ножи, вот эти стекла, ну, я имею в виду, лабораторные стекла для микроскопов, все это осталось в юните, то есть, мы продали его as it is, получается, да. На этом, в принципе, и закончилась вот эта история наша с ячейками, каждый начал заниматься своим. Но я хочу сказать, что это все равно был позитивный, интересный опыт, это было очень много азарта, и если бы, как бы, мне до сих пор, честно сказать, бы хотелось попробовать несколько раз купить юнит еще. Ну, просто сейчас даже нет ячейки, а заморачиваться, ну, то есть, свое хранилище опять арендовать, ну, как-то не особо хочется. Ну, если бы я заранее знал результат, и меня спросили бы, хочешь ли ты, зная заранее результат, еще раз через это пройти, я бы сказал бы да, потому что это было, ну, прикольно, интересно, ну, вот. И на самом деле, возможно, даже тема рабочая, просто нужно не унывать, и нужно, как это сказать, поднавалиться, и больше просто, скажем так, этим делом заниматься, не оставлять, не забрасывать, а действительно посвящать ему, если, то есть, у тебя есть работа, то после работы, например, хорошо бы приезжать и заниматься этим делом по выходным, например, с утра вставать и ехать на флимаркет, то есть, крутиться и пытаться их продать, вот. Ну, наверное, пора заканчивать, так и увидел, получилось длинным. Спасибо, что смотрели, всем удачи, пока-пока, увидимся в следующих эпизодах. Да, забыл сказать по поводу, чего нам это стоило. На самом деле, я думаю, что мы вышли в ноль, даже, возможно, небольшой был плюсик, несмотря на то, что несколько месяцев было, скажем так, неактивности, когда, то есть, я ездил вечером и организовывал его, когда я только, там, я не знаю, раз в неделю, в две, получается, ездил на флимаркет, чтобы продать, и вот эта вот сделка, получается, была с одним из чуваком, когда я вот эти высечки, не знаю, как их правильно называют, вот эти продавал, зеленые вот эту коробочку, когда я тоже на выходных фактически ездил, а будние дни все, вот он простаивал, вот. Но все равно, скорее, по моим подсчетам, мы скорее были в плюсе небольшом. А учитывая еще продажу этого аукциона за больше, чем 1000 долларов, да, то, наверное, да, мы были однозначны в плюсе. И, опять же, проблема в том, что мы не смогли их получить, как я уже говорил, там была проблема в том, что часть из этой суммы, они сняли за то, что мы не платили аренду. Ну, то есть, как это получается, ты выкладываешь на аукцион? Ты просто тупо не платишь за вот эту ячейку, да, а ее выкладывают на аукцион. И если она продается дороже, чем аренда, то ты часть забираешь себе. Если дешевле, то ты им еще доплачиваешь после аукциона. Вот. И в данном случае, насколько я помню, то есть, эта ячейка была оформлена на одного из ребят, и, ну, я имею в виду, наш торч, но на тот момент он постоянно переезжал с одного места на место. Но когда ты приезжаешь только, да, там, снимаешь одно жилье, потом другое, там, потом находишь какое-то получше, да, и, насколько я помню, они пытались поменять, то есть, онлайн-адрес, куда присылать чек, но чека так в итоге и не дождались от них. После того, как ячейку продали, вычли все вот эти вот аукцион-фи, вот эти все расходы, поборы и так далее, аренду у нас там получалось по 200, что ли, долларов на человека, на 300, не знаю. Я уже теперь точно не помню, но, говорю, в любом случае, мы не, как бы, нам это все так и не пришло. Вот теперь все.